Коллеги, рядом со мной Михаил Попов, спикер нашей деловой сессии и генеральный директор компании Толкбанк. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немножко расскажем о сессии, о вашем наступлении. Что было интересного? Какие были темы? На сессии собрались и финтех, и банки, и маркетплейсы. Мы обсуждали новые возможности для ритейла, какие новации идут туда, что меняется в опыте клиента и так далее. Очень хочется теперь людям, которые не попали на нашу сессию, не услышали интересные экспертные мнения, буквально тезисно, какие главные проблемы поднимались и, может быть, какие-то решения находились. Основная история в том, что онлайн бизнес выдавливает оффлайн бизнес, и ритейлеры, которые традиционно работают в оффлайне, не имеют тех инструментов, которые есть в онлайн сервисах, рекомендательные сервисы и так далее. То, что накоплен большой опыт по работе с клиентом онлайне, он практически недоступен от опыта оффлайну. И вот как раз это все и обсуждалось. Относительно решений, две темы, которые активно сейчас развиваются. Первая тема – это работа с самозанятыми, поскольку в ритейле очень много самозанятых. И это и курьеры, и доставщики, и водители, и так далее. И платформы, которые обслуживают самозанятых. Токбанк, как одна из ведущих платформ, мы обслуживаем как раз… мы платформа для платформ. То есть мы как раз обслуживаем многие платформы, как финтехбанк, предоставляя сервисы по обслуживанию самозанятых. Это и регистрация, и выплаты. Это первая часть, и мы в этом тоже в тренде работаем. Вторая часть – это как раз опыт оффлайн-онлайн, так называемый digital. Этот термин придумал Альфа-банк. Но в целом этот термин также относится и к ритейлу. И Токбанк как раз предоставляет возможность покупки, общения, взаимодействия в оффлайне с помощью мессенджеров. То есть клиент заходит в зал торговый и фактически становится онлайн-клиентом. Он достает WhatsApp, достает Telegram, сканирует какие-то штрих-кода товаров, имеет возможность понять, что это за товар, что рекомендуется покупать вместе с этим товаром. Тут же это купить, оплатить и, в принципе, на выходе просто показать, что покупка оплачена. То есть это суперопыт, который позволяет как раз совместить онлайн с оффлайном и расширить возможности оффлайна, так сказать, в конкурентной борьбе с теми маркетплейсами, которые активно наступают на рынок. Получается, мы берем все самое лучшее от онлайна, все самое лучшее от оффлайна. Кто-то не хочет покупать онлайн, потому что хочет потрогать рукой. Кто-то не хочет покупать оффлайн, потому что не хочет тратить свое время на дорогу и так далее. Но при этом вы даете все плюсы, расширенную информацию о товаре, возможность покупки, не стоя в очереди. И при этом люди могут посмотреть на товар, который они кладут в свою корзину. Абсолютно точно. Плюс можно, сидя дома на диване, сделать предзаказ в том же WhatsApp или Telegram, придя в торговый зал, просто показав этот заказ, получить товар. То есть это как раз дополняет, что-то удобно, какой-то магазин находится у дома, что-то удобно заказать в онлайне, но посмотреть это в оффлайне, то есть чтобы доставили некий шоу-рум и так далее. Вот это как раз такие возможности Токбанк предоставляет магазинам, ритейлерам, чтобы они держали удар от тех маркетплейсов огромных, которые давят рынок, меняют ситуацию и так далее. Расскажите, пожалуйста, сложившись обстоятельствами, которые вокруг нас, сейчас меняется в принципе весь рынок и так далее. Есть ли какие-то векторы развития непосредственно Токбанка может быть на ближайшее время? Ну, прежде всего, меняется сама платежная инфраструктура. Если это раньше были карты Visa, Mastercard, то сейчас это мир. Если это раньше был Apple Pay, Google Pay, то сейчас это SBP. То есть и вот здесь новые механики возникают, новые сервисы, которые дают удобство. Потому что все-таки и Apple Pay, и Google Pay продуманные сервисы. Многие вопросы были решены, в том числе и черчбейков, возвратов, когда ты оплатил, так сказать, делаешь возврат, либо там какие-то претензии, если ты не платил по карте и так далее. В SBP еще этого ничего нет и это все будет. Поэтому это тоже будет менять рынок, тоже будет менять клиентский опыт и вот это все в ближайшее время будет. Спасибо большое, Михаил, и удачи вам в вашем труде. Спасибо вам. Дальше.